Сделайте так после сбора урожая смородины и крыжовника, и в следующем году все ветки будут усыпаны крупными сладкими ягодами. В этом видео мы будем проводить правильную обрезку, подкармливать и обрабатывать крыжовник и смородину. А в конце видео я покажу вам нового вредителя смородины, который может значительно уменьшить урожай у вас в саду. Каждый год смородины и крыжовник дарят нам свои вкусные и витаминные ягоды, затрачивая на это огромное количество своих сил. И теперь наша очередь поддержать наши любимые кустарники. Из чего же мы начнем? Начнем с того, что после уборки урожая очень важно сделать буквально три важных действия, чтобы поддержать эти кусты, чтобы они успели восполнить свои запасы питательных веществ, заложить хорошие цветковые почки и отблагодарить уже в следующем году вас урожаем вот таких вот прекрасных ароматных витаминных ягодок. И первое, что мы должны сделать, это провести санитарную обрезку. Дело в том, что когда мы собираем ягоды, хотим мы того или нет, мы часто травмируем веточки. Где-то ломаем, где-то надламываем, да и болезни во время созревания урожая и вредители не спали. Одна только побеговая галлица, чего стоит, личинки которой портят молодые побеги, вызывая их заболевание и усыхание. Поэтому первое, что вы должны сделать после того, как сняли весь урожай, это провести санитарную обрезку. Вырезать все больные, сухие, поломанные ветки, убрать лишнюю поросль, слабую, погибающую. Она очень много оттягивает на себя питание. Итак, вырезаем все поломанное, сухое, больное. Дело в том, что все это источник инфекции, которого в саду быть не должно. Также можно вырезать усыхающие, нужно вырезать усыхающие ветки. Дело в том, что причиной их усыхания часто является стекляница. И вырезка именно таких пораженных стекляницей веток – это основной и самый экологичный способ борьбы с этим вредителем. Но для того, чтобы этот способ действительно был эффективным, все, что вы вырезали, все больные, усохшие, поломанные ветки, вы сегодня же отправляете в костер, чтобы личинки, вот там, которые сидят, личинки или куколки не успели дорасти до взрослых насекомых и вылететь. Поэтому все в костер. Удаляем слабую поросль. Оставляем хорошие, вот здесь можно показать, тучные побеги. Они должны быть толщиной с простой карандаш. Если побег тонкий, извините, как стержень для авторучки, с него толку уже не будет. Его лучше удалить, оставив 3-4 хороших мощных побега, которые пойдут на замену. Вот такую тоненькую поросль можно удалить. Запомните, на восстановление достаточно 3-4, максимум 5 хорошо развитых побегов. И после обрезки мы с вами будем иметь прозрачный, красивый куст. Кстати, можно также удалить и ветки, которые паникают. Вот обратите внимание, они даже без нагрузки клонятся вниз. И часто травмируются при уходе за кустами, при козьбе. Такие ветки можно удалить. Но если куст очень хороший, если ягода очень вкусная, и вы хотите иметь хороший саженец, такие наклонившиеся ветки можно прикопать и получить отводки. Кстати, для крыжовника размножение отводками – это основной способ получения качественного посадочного материала. Именно отводки веток, которые мы вложим на землю, прикапываем. Кстати, есть маленький лайфхак. Для того, чтобы отводок как можно скорее образовал хорошие корни и развился в саженец, пережмите в том месте, где вы будете прикапывать ветку, пережмите ее, но не сильно проволокой, желательно медной. Она перекроет отток питательных веществ от листьев в корневую систему и спровоцирует закладку и формирование новых корней в кратчайшие сроки. Но помните, чтобы саженец сформировался хорошим, мощным, с хорошей корневой системой, его нужно поливать. То есть, делаем отводок каким образом? Рыхлим почву, делаем лунку, пригибаем выбранную ветку, которую уже пережали проволочкой. Прижимаем, можно прижать вилочкой из проволоки, можно придавить камнем и засыпаем место вот это, где пережато, где мы планируем получить корни, засыпаем влажной почвой и регулярно поливаем. И уже к осени здесь будет укоренившаяся растенница. На следующий год вы сможете его отсадить на постоянное место жительства или оставить до следующей осени. В таком случае вы получите хорошо сформированный, мощный куст, который уже готов плодоносить. И повторюсь, отводками лучше всего размножать крыжовник. Ну а что делать, если вы не хотите заниматься отводками, а у вас осталось довольно много таких черенков, хороших, не тоненьких, а именно размером с карандаш. Ну растение много дало. Их можно использовать для размножения смородин черенками. Я уже рассказывала в одном из наших видео, как размножать одревесневшими, неодревесневшими, зелеными черенками смородину. И вы это можете сделать прямо сейчас, если куст вам очень нравится. Второе, что мы должны сделать после того, как очистили свой куст, обрезали, это прополка. Дело в том, что сорняки – это основной источник различных болезней, в частности вирусных, и вредителей. Ведь тля, которая крутит нам верхушки побегов, прячется именно здесь. Поэтому после того, как обрезали, берем тяпочку и убираем сорную растительность. Рыхлим почву, удаляем сорняки, только рыхлим не глубоко. Мы помним, что и у смородины, и у крыжовника корневая система поверхностная и залегает буквально на глубине 2-3 сантиметра. Поэтому рыхлим щадяще. А учитывая тот факт, что она, корневая система, очень любит нарастать вверх, как будто ее выпирает, то после того, как вы прополите и подкормите, желательно замульчировать приствольные круги. Чем можно мульчировать? Это может быть торф, хороший раскисленный торф, разложившийся. Это может быть созревший компост. Это может быть газонная трава, которую вы скосили и, когда она чуть-чуть подвялится, расстелили под кустами. А учитывая, что трава – это любимая среда обитания сенной палочки, дикой сенной палочки, вы своим кустам поможете очень и очень серьезно в борьбе и с вредителями, и с болезнями, и повысите плодородие почвы. Сорняками ни в коем случае не мульчируйте свои приствольные круги. Дело в том, что сорняки настолько живучи, что даже, будучи выполотыми, они умудряются что-нибудь дозавязать. А учитывая, что именно на сорняках, на осоте, на мокрице, на лебеди особенно, сидит зловредная тля, то есть вы, получается, их выпололи и положили, чтобы тля мигрировала обратно. Нет, сорняки с сада вон, как говорили раньше, дурную траву, худую траву с поля вон, так и у нас сорняки из сада вон, в компост. И триходермы их. Почва очень пересохла. У нас, казалось бы, низкое место, но очень жарко, и растения очень быстро выпивают всю влагу. Легонечко вот так вот рыхлим. После прополки обязательно пролейте свою смородину. Даже если почва кажется на глубине вполне влажной, лишним полив не будет. Сейчас растениям очень важно восполнить дефицит влаги, ведь они отдали очень много сил, соков, в прямом смысле слова, на урожай. На один куст понадобится не менее двух-трех литров воды. Но дело в том, что есть один маленький секрет, о котором мало кто догадывается. Подавляющее большинство вредителей, которые портят жизнь смородине и нам, садоводам, зимует, окукливается и находится в почве прямо под этими кустами. Поэтому желательно полив не просто водой, а полить водой с профитом антивредителей, с метаоризиумом и баверией, чтобы они уничтожили личинок, куколок и взрослых насекомых, которые сейчас покоятся в почве. Сначала проливаем чистой водой. Допустим, одно ведро увлажняем. Биопрепараты ни в коем случае не вносим по сухой почве. Ни в коем случае только по увлажненной. И уже второе ведро и третье выливаем в виде раствора метаоризиум плюс баверия. Кстати, именно сейчас самое лучшее время для внесения биопрепаратов, потому что почва прогрелась до оптимальных температур. Поэтому вносим обязательно раствор этих грибов. После полива мульчируем почву торфом, компостом или подсушенной травой. Поскольку почва на участке очень тяжелая, хоть и плодородная, то для мульчирования я предпочитаю торф. Хороший, рыхлый торф. Мы подсыпем. Вы знаете, что за сезон можно и 2, и 3 раза подмульчировать. Это в нашем случае пойдет только на пользу. Если же у вас почва легкая, то там как раз больше пойдет скошенная травка. Это органика. Она обогатит почву гумусом. Поможет задерживать в ней питательные вещества, микроэлементы. И сделает легкую почву гораздо более плодородной. А у нас хорошо пойдет торф. Сейчас, кстати, самое лучшее время, чтобы заготовить, последний момент, так сказать, чтобы заготовить молодые смородиновые листья для витаминного ароматного чая. Дело в том, что за время созревания ягод мы не применяли никаких средств защиты. И в этих листочках нет никаких пестицидов. Собираем только здоровые листики с верхушечек. Они самые ароматные. Но не собираем все подряд. Иначе мы сыграем плохую службу нашим смородиновым кустикам. Эти листики вы можете потом посушить в сухом, темном месте. Я иногда сушу в духовке при температуре 50-70 градусов. И потом сразу либо в плотный бумажный пакет, либо в стеклянную банку. И зимой у вас будет просто изумительный ароматный чай. Последний момент. Собираем листья. Третье, что вы должны сделать, это подкормить и защитить наши крыжовник и смородину. До середины лета соотношение азота и фосфора и калия должно быть приблизительно одинаковым. И сейчас, кстати, последняя возможность, когда можно подкормить именно таким составом удобрения, где азот фосфор-калий будет в разных соотношениях или азота будет чуть-чуть меньше. Но ни в коем случае не больше. Избыток азота сейчас крайне вреден. Почему? Потому что он провоцирует избыточный рост. Растение не успевает как следует подготовиться к зиме, и кончики таких невызревших побегов часто подмерзают. Второй момент, почему не нужно вносить много азота, это то, что такие растения перекормленные, затем очень легко поражаются мучнистой росой, антрокнозом, прочими заболеваниями. То есть избыток азота, избыточно перекормленные растения, становится очень восприимчивы к болезням. Поэтому ничего слишком. Чем можно кормить? Это может быть комплексное растворимое удобрение, и тогда мы вносим его по листу, либо по ливам. Это может быть удобрение типа амофоски или амофоскамид, в котором азота немного. Посмотрите, здесь содержание 10 всего процентов. Это могут быть и натуральные какие-либо удобрения. Например, сейчас нашим растениям нужен фосфор и калий в первую очередь, чтобы завершить рост и одревеснеть. Для этого нам поможет печная зола, древесная зола, источник калия. Нам поможет, как источник фосфора, костная мука. Для того, чтобы немножко раскислить почву, поздно осенью, после листопада, можно внести доломитку. И многие из вас спрашивают, а как внести эти удобрения? Просто рассыпать под кустами? Нет. Удобрение будет работать только в том случае, если вы заделаете его в почву. А вот как вы это сделаете? Здесь есть два различных способа. Смотрите, какие. Первый способ. Просто рассыпью по приствольному кругу с последующей заделкой. Как это делаем? Мы берем удобрение. Дозировка у нас обычно на каждом пакетике. Строго следуем этой дозировке. Берем необходимое количество удобрения. Рассыпаем по поверхности. Пускай это даже будет мульча. Пускай это будет подготовленная почва. Рассыпаем. После чего при помощи тяпочки аккуратненько заделываем в почву. Некоторые виды удобрений просто не могут по-другому работать. Например, когда вы рассыпаете карбамид, мочевину, просто по поверхности почвы, она начинает испаряться. И большая часть азота уходит в воздух. В прямом смысле слова. Но если тот же самый карбамид рассыпать и вот так аккуратненько заделать, он будет работать уже совершенно в другую сторону. Он пойдет в почву. Так и с другими удобрениями. Рассыпали, заделали. Второй способ. Это внесение в лунки, в бороздки. По периметру нашего приствольного круга делаем бороздку глубиной 7-10 сантиметров. Берем необходимое нам количество из расчета на метр квадратный, который занимает наш куст удобрения. Засыпаем в эту бороздку. Так, кстати, очень хорошо вносить органику. Те же самые бродилки, настои навоза, помета куриного и прочее. Можем дополнительно пролить. И заделываем, засыпаем эту бороздку почвой. Все, процесс пошел. Удобрения будут работать. Таким способом можно вносить любые удобрения для наших растений. И органические, и неорганические. И самодельные бродилки и прочее, прочее, прочее. Они будут работать. Только помните, ничего слишком. Лучше немножко не докормить, чем перекормить. Кстати, многие спрашивают, можно ли использовать картофельные очистки в качестве подкормки. Можно, но только чтобы у вас под смородиной не взошел картофель, вы их хорошенько подсушите и опять же заделаете в почву. А уж там почвенные микроорганизмы быстренько ее утилизируют и переведут в удобоваримое для растений состояние. Ну а наконец, как же лучше всего удобрять? Лучше всего вносить удобрения в составе комплексной баковой смеси вместе с фунгицидами и инсектицидами. Так вы сэкономите и время, и силы. Я лично предпочитаю именно этот способ внесения. Именно сейчас, когда, извините, летний день год кормит, и у меня иногда нет времени, чтобы перекапывать каждый приствольный круг, закапывать туда удобрения и так далее. Я предпочитаю вносить по листу. Для защиты мы используем в первую очередь те препараты, которые будут бороться с основными болезнями смородины и крыжовника. А это что? Это антракноз, который вызывает листопад и у смородины, и особенно у крыжовника. Это септериоз, белые пятнышки. У нас, к счастью, их тут практически нет. Защита работает. И мучнистая роса. Раньше это была беда нашего крыжовника. Сейчас она уже перешла на смородину. Поэтому оптимальный вариант для баковой смеси – это топаз. В качестве инсектицида можно использовать любой разрешенный. Например, на основе имидоклоприда, тот же биатлин. Только помните, соблюдайте правила техники безопасности. И в баковую смесь добавляем немного комплексного удобрения с пониженным содержанием азота. После того, как вы полили, замульчировали, подкормили и защитили свои растения, пролеете дополнительно свои кустарники и смородину и крыжовник про цветок растим-ягоды. Дело в том, что в нем содержится комплекс гуминовых, фульвовых кислот, аминокислот, которые помогают растениям лучше усваивать питательные вещества, лучше всасывать влагу и способствуют в целом улучшению состояния ваших растений. Кстати, что же это за вредитель, с которым я обещала вас познакомить? Смотрите, знакомьтесь. Это листовой смородинный ребристый клещ. Вот проявление его работы. Все листья покрываются желтыми веснушками. Это еще ничего, это еще слабое поражение. Это микроскопический клещик, который живет на нижней стороне листа, и увидеть его можно только под увеличительным стеклом или микроскопом. Но вредоносности он дает, дай Боже. Дело в том, что вот эти листья не могут уже нормально работать, нормально фотосинтезировать, то есть обеспечивать питанием куст. И чем больше такого клеща, тем хуже себя чувствуют растения, тем больше оно голодает. Листовой ребристый клещ очень быстро распространяется. Он активно передвигается. Поэтому, если у вас появились вот такие пятнышки, первое, что мы берем, это препараты серы. Это самый доступный, дешевый и относительно безопасный инсектицид. Акорицид, точнее. Акорицид. Обрабатываем. Коллоидная сера. Тиавиджет. Если же у вас засилие клеща и все кусты стали просто желто-веснущатые, берем более серьезные препараты. Это может быть Актора, Эфория, Аполла. Те препараты, которые обладают выраженным акорицидным действием. Ну и фитоверм, конечно, тоже не забываем. Главное, профилактика. Успеть обработать свои кусты до цветения и сразу после него. И тогда вот таких проблем не будет. Кстати, все эти биопрепараты и коллоидная сера, и теавиджет, и многие другие средства защиты, ухода, удобрения. Все то, что нужно садоводу, вы можете купить в наших магазинах про цветок. Обязательно заходите. Ну а я хочу пожелать вам как можно меньше сталкиваться с такими вот вредителями сада и огорода. Желаю, чтобы ваш сад всегда был урожайным, здоровым. Ну а вам лично, конечно, желаю процветания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте свои предложения. И до новых встреч. С вами была Юлия и Смородина Клещ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин